Всем привет, друзья! С вами снова Аквамен. Это первый жукозавр, дикий жукозавр в этом году. Сегодня у нас листоед. На самом деле про листоедов у нас уже был видео, был видос. Тогда мы рассматривали с вами гречишного, прекраснейшего, замечательного, красивейшего листоеда. Сегодня у нас не менее красивейший листоед узкокаймленный, либо же листоед краснокаемчатый, либо же хризалина сангвинолента. На самом деле с подобным, очень похожим названием есть жук из семейства щитовок, косида сангвинолента. Но сегодня у нас пойдет речь именно о листоедах. Населяют листоеды краснокаемчатые, таежную лесостепную зону распространены практически всюду. В Европе, в Африке, в Азии, в общем-то в Сибири, на Дальнем Востоке обитают эти жуки преимущественно на лугах, на пустырях, по опушкам. По типу питания являются хортобионтами, то есть они питаются травянистой растительностью. Название эти жуки получили из-за своего внешнего вида. У них имеется красная полоса на надкрыльях. Питаются эти жуки растениями из семейств Бурачниковой, Яснотковой, Наричниковой. Однозначно любимейшим растением этого жука является льнянка. Именно поэтому, когда человек льнянку начал распространять там, где она не росла, жуки последовали именно за ней. Таким образом они и распространяются по новым местам. Сами взрослые жуки активны с мая по октябрь. Механизм выведения потомства очень-очень интересный и очень взаимосвязан с природными циклами. Смотрите, в начале весны перезимовавшие жуки дырявят листья и на них же потом откладывают яйца. Вылупившиеся личинки сначала скелетируют, а потом тоже продырявливают листья. В середине и в конце лета окукливаются, после чего появляется новое поколение жуков, которые в течение осени начинают оголение травы, выжирание травы. Таким образом листва, трава успевает исполнить значительную часть своей работы раньше, чем бывает полностью объедено. И несмотря на то, что листоеды эти, они вредители, они вредят намного, в разы в десятки раз меньше, чем обычные, к примеру, какие-то гусеницы. По поводу питания. Питание здесь тоже интересное. Листоед располагается точно на ребре листа или свешивается на одну сторону под действием силы тяжести. Все ножки его обхватывают лист с двух сторон. Начинает грызть он с края листа, мандибулу охватывают лист симметрично с двух сторон. При сильном объедании остается только средняя жилка и толстые боковые. Или же лист может съедаться вообще полностью. У личинок, у них более короткие лапки, поэтому они крепятся к самому листу и потихоньку отползают, выжирая по краям. Вот такие вот замечательные, прекраснейшие жуки. Несмотря на то, что они являются вредителями. Пишите в комментариях, кто видел их, кто их давил. Ну а с вами был Аквамен. Увидимся совсем скоро в новых видео. Всем пока-пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok